Три четверти россиян готовы снова выбрать действующего президента России на очередной срок. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. По их подсчетам, действующего президента на выборах поддержат немногим более 70% граждан. Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, 10% барьера не прошел бы ни один из других кандидатов президенты. Грудинину свои голоса отдали чуть менее 7% опрошенных, Жириновскому немногим более 5%, лишь 1,5% респондентов признались, что будут голосовать за Ксению Собчак. Вот вас такие цифры удивляют, Дмитрий? Да, смотрите, ситуация немножко не такая. Конечно, Путин абсолютно решил уже все свои вопросы, я думаю, дальше дело техники. Россияне искренне хотят за него голосовать, они его любят, он их поднял с колен, как они считают. Вот, и они, конечно, выберут его президентом снова. Там интересно, даже я сегодня бюллетень увидел уже, учтено все, даже такие нюансы, когда Путин посредине в списке, вот четко посредине, они даже фамилии так подобрали, и у всех много написано, много-много текста, много, кто он, что он, от кого он выдвигается, а у Путина две строчечки, две или три, и он этим уже выделяется, вот он я. Вот смотрите, центр списка, и вот мало, это я. То есть даже эти моменты учтены. Молодцы, система работает, вот там система работает четко. Государственная система. Что касается процентов, насколько я знаю, мне россияне говорили, что Грудинин очень хорошо идет сейчас. У него очень большой потенциал в плане голосов. Называли до 20% голосов за него готовы отдать, за Грудинина. Интересный парень, очень богатый коммунист. Вот, ну и когда увидели россияне, что он имеет большую поддержку, они его начали глушить со всех сторон. Они уже понаходили у него счета, они зарегистрированы на Западе, уже глушат его в интервью во всем. Жириновского мобилизовали, он проверенный антикоммунист. В общем, Грудинина уже дает ему прикурить как следует. Но есть еще один момент, я вам хочу сказать. Соцсети, пока не подконтрольные сильно российскому государству, вот там я наблюдаю за Грудинина большое шевеление в соцсетях, что интересно. Ну, конечно, не дадут ему ничего. Потому что в свое время, в 96-м году, выборы, когда два кандидата было Ельцин и Зюганов, Ельцина было перед выборами 4%, Ельцин их выиграл. На самом деле, как мне сказал господин Коржаков, с которым у меня очень теплые отношения, выиграл... В общем, было передано им через Заркальцева, это соратник Зюганова, что, в общем, вы уже поцарствовали, хватит, теперь нам дайте порулить. И, будучи президентом, Дмитрий Медведев признал, что выборы выиграл Зюганов тогда. Поэтому не важно, кто их выиграет, важно, как посчитают. А посчитают их правильно. Всегда правильно.